Ну а после того, как отец Роман неожиданно снова пришел к ему слуху, его вызвали в Александра Невскую Лавру сюда, в Петербург, на награждение поэтической премии. И вот он на этой премии сказал потрясающее слово. Это Свято-Духовский корпус Александра Невской Лавры. Я в этом корпусе выступал неоднократно с хором. Такая премия, которая определяет направление пишущих. Во всех случаях человек имеет только одну дорогу, два направления на этой дороге. Это путь к себе или путь от себя. Человек, духовный, верующий, даже если он далек от церкви, человек правдивый, должен приводить читающего к своим любимым. Нельзя, чтобы чтение или картина художника помогала ему убивать драгоценное время. Если после прочтения, стихотворения, прозы, книги у человека возникает чувство покаяния или благодарения, то эти слова уже благословляют Сыну Господу. Если посмотреть на его глаза, то это действительно человек, который добрый. И в любом случае, наверное, нельзя назвать, что монахи – это люди, у которых все в жизни хорошо. Нет, это просто, ну, есть люди, которым именно дарован в жизни этот путь. Туман, туман, туман меня окутал, Да только не дано ему согреть. Туман, 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 все перепутал, И без тебя дорог не рассмотреть. Туман, 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 Плыл по полю, Рукою раздвигая облака. Туман, 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 И ты не вечен, Еще чуть-чуть растаешь, отдымишь. Не потому ли в благодатный вечер Росоль живою на кустах дрожишь? Не потому ли в благодатный вечер Росоль живою на кустах дрожишь? Субтитры создавал DimaTorzok